Лето, пора школьных каникул. Время, когда дети ведут себя беззаботно даже на проезжей части. Как дети ведут себя на дороге? По-разному. Бывает нормально, бывает ненормально. Бывает таким образом, что почти когда загорается для водителей уже зеленый, они специально перебегают дорогу. Такие игры у них. Ну, пресекают. Да, бывает такое. Но в основном дети маленькие. Бывает, что бросают, перебегают на красный свет. Но с мамами так вроде нормально себя ведут. Мячики бегают, поэтому нужно как-то более аккуратно скорость снижать. Да, это все нужно делать водителям и следить. Все их полно. Особенно в центре. Где школа, где... Ну, там. Как они себя ведут? Ну, как. И некоторые стоят, некоторые нормально ходят. А некоторые стоят, стоят, как даст. И вот и стоят, думают, что ему. Есть мама, которая бегит, тоже бывают такие случаи. Уже бегает, ей нужно остановиться. Она прет, по-русски говоря, начинаешь сигналить, говорит, у тебя же дитё, куда ты бегишь? Вот. Разные вот есть. Есть тротуар рядом, вот у нас в Соколоке частенько. Они идут по трассе. Я останавливаюсь буквально вчера. Говорю, слушайте, ну, у вас же с ребёнком рядом тротуар, вот так, рядом. Ха-ха-ха-ха, хорошо. А сама как шла по трассе, так и идёт. И очень часто дети не соблюдают правил дорожного движения. Мне кажется, в школе надо учить, делать как факультативы какие-то или что, чтобы в школе начинали с детства рассказывать детям, как правильно себя вести на дороге. Однако, несмотря на каникулы, юные инспекторы движения школы номер 14 не дремлют. Мы участвуем в акции «Дорога и дети», в областной акции «Дорога и дети», чтобы не было жертв ДТП. Ребята в каникулярное время готовы стоять на посту, чтобы напомнить и родителям, и взрослым, и водителям, и детям о том, чтобы строго соблюдали правила дорожного движения. Юные инспекторы движения вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями общественного совета при отделе МВД Новошахтинска провели акцию «Дорога и дети». Декадник безопасности дорожного движения, областной декадник, связан с тем, введён, что по области идёт рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Поэтому мы сегодня не стоим в стороне, именно проводим такую акцию с ЮИДом, для того, чтобы все участники дорожного движения обратили внимание на детей, на перевозку самих детей, чтобы не было у нас дорожно-транспортных происшествий. В суете жизни мы часто торопимся по своим делам и забываем, что в любой момент на дорогу может выбежать ребёнок, выехать юный велосипедист. Благополучный исход такой ситуации зависит только от внимания водителя, и об этом им ещё раз напомнили участники акции.